Привет, друзья! И сейчас перед вами уже третий по счету дизайнерский пи***ц от все той же известной дизайнерши из Нельзяграмма. Для тех, кто пропустил предыдущие два видео, показываю. Первый шедевр, который она нарисовала, площадь объекта здесь 50 квадратных метров, а сумма, которую ей отдал заказчик, 320 тысяч рублей. То есть каждый квадратный метр обошелся ровно 6400 рублей. Дальше второй объект 78,5 метров и 420 тысяч рублей отдал за эту планировку заказчик. В итоге это обошлось ему в 5350 рублей за каждый квадратный метр. Ну а теперь сегодняшний герой 145 квадратных метров и 638 тысяч рублей, который прямо сейчас отправится в мусорный контейнер. И первым делом я по традиции естественно расскажу, что в этой планировке не так и обещаю, когда вы поймете секрет этой планировки, вас ждет 100% проектировочный шок. Потому что оказывается за всеми этими кригозяблями есть определенная система и даже определенный символ. В общем, обо всем по порядку и сначала расскажу, что в этой планировке совсем не так. В первую очередь вот этот вот непонятной формы прихожих, холл, предбанника, тамбур. В первую очередь в нем не так то, что заказчику нужно очень много шкафов, нужно очень много мест для хранения и он хочет практичную квартиру. А вот в этом вот шедевральном помещении очень интересной формы вообще негде поставить шкаф. Здесь его поставить нельзя, потому что здесь проем, здесь тоже, здесь тоже, вот здесь его нельзя поставить, потому что он будет перегораживать вот этот проем. Вот здесь его нельзя поставить, потому что здесь проем и вот здесь его тоже нельзя поставить, потому что здесь мать его тоже проем. И в результате единственное место для размещения шкафа это вот здесь, но как его не ставь, он очень сильно портит внешний вид, он просто вытарчивается в это помещение и еще больше кригозяблит его форму. И поэтому дизайнерша отклонила пожелание заказчика поставить шкаф хотя бы сюда и зафигачила здесь небольшую красивую тумбочку с зеркала. При этом о том, куда заказчик будет вешать верхнюю одежду, а главное, где он будет хранить верхнюю одежду, которая у людей с квартирой в 140 с лишним метров достаточно много, она не уточнила. И по факту единственное место, где можно хоть как-то повесить одежду, это вот этот участок и вот этот участок. Дальше. Вот здесь вот находится входная дверь, а вот здесь вот грязная зона. Как ни крути, грязную зону нужно ограничивать, и она ее ограничила где-то вот здесь, вот здесь и вот здесь. Ну и это, естественно, шутка. Говоря простыми словами, здесь грязная зона никак не ограничена и залезает на полквартиры. Дальше самое интересное. Наверное, внимательные зрители скажут, Алексей, но зачем здесь шкаф для хранения одежды? Ведь очевидно же, что вот здесь вот будет гардеробная. А вот фигушки, потому что это не гардеробная, а прачечная. Вот здесь вот находятся коммуникации, а заказчикам по техническому заданию просто жизненно необходима большая просторная прачечная. Там они хотят поставить стиральную машину, сушильную машину, а также еще отдельный сушильный шкаф. И именно для этих целей она вот таким вот образом отгородила это помещение. Причем, чтобы сделать это помещение максимально неудобным и непрактичным в обстановке, она срезала вот так вот угол. Зато прихожая стала более красивой, потому что торчащий здесь прямой угол ей не нравился. Дальше самое интересное. Вот эта комната, это детская. При этом, если внимательно посмотреть, то вот это вот, напомню, входная дверь, а вот это прям самая грязная в мире зона. И как видите, вход в детскую, я уже не говорю в прачечную, в детскую вход находится в полуметре от входной двери. Причем, это первый этаж. Представляете, сколько грязи люди затаскивают на ногах? То есть, если вы живете на 15-м, на 17-м этаже, то пока вы доберетесь до своей квартиры, пока вы пройдете через большой холл, пока вы проедетесь на лифте, снег и грязь в большинстве случаев отвалятся с вашей обуви и останутся в подъезде. А здесь первый этаж, входная дверь и вход в детскую комнату. Шедеврально. Ну, а самое главное, что кровать в детской действительно нормально и правильно поставить можно только вот здесь. Вот здесь ее поставить нельзя, потому что здесь проем. Вот здесь ее поставить нормально нельзя, потому что здесь проем. И единственное место, где ее действительно можно поставить, это вот здесь. При этом, эту кровать прекрасно видно из подъезда. То есть, все люди, которые ходят по подъезду, если открыта входная дверь, все люди, которые попали вот в это помещение, зашли сюда, все они видят что происходит на кровати в детской это очень удобно для заказчика если он вышел в подъезд покурить он может видеть чем занимается ребенок как при этом себя чувствует ребенок не уточняется ну а дальше самое интересное вот этот вот ласточкин хвост по-другому я это назвать и не могу и сначала я попробую угадать как он появился ширина вот этого участка всего 96 сантиметров при этом это дизайнерская писи знает что в жилое помещение нужно ставить 80 дверь а для этого нужен 90 проем именно такой проем она здесь и разместила а потом обнаружила что вот эта стенка залезает прямо на проем если ее продлить в прямую и естественно правильно было бы переработать вот эту планировку тем более эту стену прекрасно можно сдвинуть сюда она не конфликтует с проемом до него еще почти метр это дизайнерша я думаю действует по принципу не шагу назад если она уже зафигачила вот эту стенку то она никогда не будет ее перерабатывать и перепродумывать и поэтому она не придумала ничего лучше как зафигачить вот эту стенку просто под наклоном при этом несмотря на супер дизайнерской с необычность и креативность этого решения делать так ни в коем случае нельзя потому что во первых при таком положении стенки дверь никогда не будет открываться на 90 градусов во вторых заказчики получают вот такие вот острые углы которые очень неудобные некрасивы в отделке в установке плинтусов и установки натяжного потолка кроме этого такие скосы еще и уменьшают полезную площадь помещение а это санузел если быть точным это туалет и в этом туалете помимо унитаза нужно разместить еще и раковину чтобы помыть руки после того как заказчик воспользовался гигиеническим душем а здесь раковину разместить опять негде потому что в острый угол ее не воткнешь а вот здесь для нее просто уже нет места но самое главное это величина вот этого вот угла то есть почему он не вот досюда а прямо вот такой сейчас объясню я долго гадал и наконец-то понял то есть сначала не понял а потом как понял в общем оказывается что вот это вот стенка а также вот этот вот скос и даже вот этот вот бесполезный скос строго параллельны и на самом деле вот это вот форма скрывает очень интересный очень креативный и очень необычный дизайнерский замысел при этом об этом замысле она никому не рассказала но это ни капельки не отменяет его крутости готовы смотрите и вот глядя на вот эту вот фигуру которая здесь у меня получилось очевидно кто она по гороскопу правильно дура ладно двигаемся дальше вот это вот помещение это гостиная вот здесь вот находится кухня и заказчику нужна огромная кухня гостиная с большим количеством мест для хранения а у нее получилось единственное место для хранения глубиной 31 сантиметр в котором можно разве что тарелки небольшого размера разместить и еще одно место глубиной 37 сантиметров который можно уже поставить даже документы в папках это единственные места где можно разместить шкафы вот в этом помещении а самое главное заказчику нужна просторная единой огромная кухня гостиной он ради этого купила эту квартиру но она запретила ему это делать потому что у вас в квартире газ а у нас водопровод вот но если серьезно у заказчика в квартире действительно газ и она сказала я вообще-то знаю все законы и поэтому ни в коем случае не сделаю вам кухню которая объединяется с гостиной потому что это запрещено у вас газ и в кухню должна быть отдельная дверь и если эта кухня соединяется с каким-то помещением они тоже должны быть разделены дверью и это блин действительно так но у меня есть лайфхак как это очень легко можно обойти о нем я также сегодня расскажу ну и дальше также до кучи скажу что в детской нормальный шкаф разместить нельзя потому что скошенный угол а в спальне шкаф разместить нельзя потому что здесь просто нет для него место сюда едва едва помещается двуспальная кровать и в результате у нее получилось вот такая вот планировка точнее правильно нужно будет перевернуть ее вот так потому что это дохлая рыба она не жива эта планировка абсолютно мертвая и даже не из-за вот этих вот ее фирменных крикозябель а просто из-за того что она не решает задачи заказчика вообще никак во первых заказчикам нужен просторный холл а здесь он зажатый во вторых заказчикам нужно много мест для хранения а их здесь вообще нет они отсутствуют как класс в третьих заказчику нужна единая кухня гостиная а здесь это два абсолютно разных помещений разделенных дверью кроме этого заказчикам нужно приватность детской комнате а ее здесь нет также заказчикам нужен нормальный вход в детскую комнату а не из грязной зоны а здесь просто полметра до входной двери и естественно всю эту планировку нужно нахрен сносить и выбрасывать в мусорный контейнер а эти стены уже возведены и заказчик обратился ко мне на том этапе когда стены уже были построены он просто зашел в эту квартиру походил понял что просто полный пик за это дизайнерская писи сотворила ему дичь и после этого решил все это переделать вот сейчас все это отправляется в мусорный контейнер и я начинаю с чистого листа внимательно следите за руками и так первым делом я формирую слой стяжки то есть беру отдельный слой который имеет определенную толщину и в точности совпадают с уровнем входной двери сразу после этого я перехожу к планированию мокрых зон при этом напомню это первый этаж и поэтому на мокрую зону которая будет располагаться здесь а если конкретно здесь будет душевая я отдаю максимум места при этом я немного залезаю на жилое помещение которое до этого было примерно вот до сюда но на первом этаже это не только можно но и нужно дальше я прикидываю куда встанет унитаз при этом я его ставлю по центру чтобы слева от него разместить впоследствии душевую а справа большую раковину после этого я выстраиваю короб минимальной толщины чтобы скрыть коммуникации и скрыть инсталляцию а также проложить какашечную трубу вот к этому стою после этого прикидываю как встанет раковина раковина нам здесь нужна метровые сюда она отлично встает и также имеет небольшие зазоры по периметру затем я еще раз сверяю все размеры для раковины я задаю участок шириной метр тридцать миллиметров запомните этот размер потому что для метровой раковины нужно именно столько потому что плитка с клеем слева и справа займет по 15 миллиметров далее для унитаза я задаю минимальный участок 800 миллиметров этого достаточно чтобы сидеть на нем комфортно чтобы вытереть задницу и не разбить себе локти об что-то что находится сбоку но и также для душевой кабины я задаю участок метр на метр двадцать и после того как этот пасьянс у меня сходится я прикидываю соседнее помещение для этого задаю стену толщиной 100 миллиметров между этими двумя помещениями а затем прикидываю сколько мне нужно для кровати с прикроватными тумбами при этом я задаю на каждую тумбу по 840 миллиметров чтобы обеспечить заказчику шикарной комфортной корректные проходы потому что спальня будет огромной и поэтому нам ни в коем случае не нужно заужать эти проемы они должны быть большими шикарными и элитными также я задаю на кровать целых метр девяносто это огромнейшая шикарнейшая кровать которая будет под стать этой огромной спальни затем когда этот пасьянс у меня сходится я замыкаю санузел и после этого устанавливаю в нем душевую кабину кроме этого я размещаю полотенцесушитель прикидываю где он будет и в результате получаю вот такой вот достаточно просторный приятный санузел сразу после этого я перехожу к достраиванию спальни для этого первым делом продляю стенку санузла и формирую проем причем таким образом чтобы отбортовка составляла 100 миллиметров а сам проем имел ширину 900 миллиметров для того чтобы вставить туда хорошую 80 2 затем я перемещаюсь внутрь спальни и отстраиваю участок шириной 700 миллиметров для зоны хранения при этом сама зона хранения естественно будет 60 то есть 600 миллиметров а 100 миллиметров займет от бортовка вот этого проема после этого я отстраиваю стену между этой спальни и соседним помещением в котором будет находиться как вы помните детская при этом толщина стены как видите здесь уже не сотая а 150 потому что для обеспечения надлежащей звукоизоляции между этими помещениями мне нужно не 100 а 150 миллиметров после этого отстраиваю зону хранения причем полноценной 60 глубины то есть два больших платяных шкаф один для супруга другой для супруги а также проверяю по техническому заданию диагональ телевизора которая нужна заказчику и проверяю умещается ли она сюда умещается после этого прорабатываю открывание двери чтобы она не конфликтовала с этим шкафом и чтобы здесь была надлежащая отбортовка и в результате у меня получается вот такая вот огромная шикарная просторная спальня а теперь еще раз обратите внимание на ширину вот этого участка он по современным меркам огромный и глядя на него я думаю становится понятно почему ширину вот этих участков я задавал не в размере 600 миллиметров отдал на них целые 840 миллиметров на каждый правильно это нужно для того чтобы они были соразмерно этому участку и спальне не было такой длинный узкой как вагончик дальше после того как здесь пациент у меня тоже сходится я перехожу к проектированию детской и первым делом естественно продляя вот эту стенку причем делаю толщину этого участка уже 100 миллиметров потому что в нем будет проход и отдавать на эту толщину 150 миллиметров совершенно не нужно далее я прикидываю где будет находиться вход в эту детскую и естественно он будет располагаться со стороны вот этого же тамбура далее я задаю участок шириной 900 миллиметров для будущей межкомнатной восьмидесятой двери и при этом не забываю задать отбортовку в 100 миллиметров и откладываю еще 700 миллиметров для будущей зоны хранения при этом еще раз напомню сама зона хранения будет 600 а 100 миллиметров займет отбортовка с правой стороны вот этого проема со стороны детской затем я отстраиваю стены по этим направляющим и в результате получаю вот такое вот прямоугольное помещение хоть она и не дизайнерской не крикозябельное тем не менее уверяю вас она получится очень красиво и сразу покажу как это детская будет выглядеть в итоге плюс минус то что вы сейчас видите это так называемый земс дизайн и когда заказчик его увидел он сказал это гораздо лучше чем нарисовала мне дизайнерша за огромные деньги а если учитывать что вот это вот я буду в ближайшее время отдавать заказчиком абсолютно бесплатно при заказе моего проекта то я думаю все дизайнеры очень скоро останутся вообще без работы но об этом немного позже в общем уверяю вас несмотря на то что в помещении нет никаких крикозябли и скосов и скруглений она гарантированно получится очень красивым и очень дизайнерским дальше после того как я отстроил это помещение первым делом я проектирую зону хранения затем проектирую открывание двери и сразу после этого размещают односпальную кровать дополнительный диван для отдыха и учебно-рабочую зону с телевизионной зоны и в результате я получаю вот такую вот хоть и не дизайнерскую но вполне даже себе дизайнерскую детскую дальше сразу после этого я перехожу к проектированию вот этого участка и здесь мне предстоит разместить огромную шикарную здоровенную ванну и потом я еще раз покажу вам исходную планировку там этой ванной у заказчика даже не пахло потому что она просто не помещалась и это один из ключевых пунктов техническом задании поэтому здесь мне обязательно нужно разместить огромную шикарную ванну и первым делом я осматриваю вот эту стену поднимаю фотографии объекта и смотрю можно ли сквозь вот этот вот участок проложить какашечную то бишь канализационную трубу оказывается что можно затем сразу после этого я размещаю вот такой вот короб который будет скрывать инсталляцию унитаза и инсталляцию биде и сразу же запомните этот размер 1600 миллиметров потому что если вы хотите рядом разместить и унитаз и биде и при этом потратить минимум места но при этом получить корректные отбортовки чтобы не биться локтями слева и справа вам нужно ровно 1600 миллиметров далее после этого я размещаю огромную раковину с огромным шкафчиком над ней который также есть в техническом задании которые критично важны для заказчика и после того как у меня здесь все помещается я усредняю размеры этих сантех приборов получаю 600 миллиметров и сразу объясню что значит усредняю я смотрю сколько они вытарчиваются вот от этой стены и беру средний размер из них это мне нужно для того чтобы оценить комфортность и воздушность вот этого вот прохода заказчиком напомню нужна комфортная огромная воздушная просторная ванная комната и чтобы ее создать нужно сделать центральный проход ну минимум один метр при этом откуда его откладывать от выступа унитаза или от плоскости раковины а правильно не оттуда не оттуда от усредненного размера потому что визуальное восприятие идет по усредненному размеру а вовсе не по какой-то линейке вот от этой точки и в результате после того как я откладываю тысячу миллиметров я получаю направляющие для размещения наружной плоскости в ванной и сразу же размещаю эту ванну причем ванну делаю огромную большую не какую-то там 70 а прям восьмидесятую то есть большую и шикарную затем после того как я понимаю что здесь у меня все размещается до проема еще много места я отстраиваю стены которые замыкают этот санузел после этого я отстраиваю вот такой участок по торцу ванны чтобы она стояла в три стенки чтоб вся вода которая стекает по стенам сразу попадала в чашу и не скапливалась на горизонтальных участках затем вот в этом участке я естественно формирую потолочный короб и обустраиваю там хозяйственную зону для хранения причем хозяйственный у нее будет только нижняя часть там будут находиться швабры пылесосы и другая бытовая техника а верхней части я обустраиваю полочки для халатов полотенец туалетной бумаги и другой бытовой химии и в результате я получаю вот такую шикарную действительно огромную крутейшую ванную комнату и также сразу покажу какой у нее плюс минус будет дизайн плюс минус здоровая раковина будет выглядеть вот так она будет на самом деле с двумя смесителями вся мебель для ванной будет выполнена в том же стиле что и тумба ванна будет установлена вот таким образом в три стены и и экран будет облицован плиткой то есть в результате заказчик получит очень даже вполне себе дизайнерский санузел при этом обратите внимание это дизайн не данного санузла это просто земс дизайн который показывает концептуально как будет выглядеть этот объект то есть земс design это готовый дизайн который я вот в таком виде будут давать каждому заказчику не подгоняя к его квартире и благодаря этому я смогу отдавать их очень быстро заказчики не будут ждать и в то же время точно представлять как будет выглядеть их санузел или их спальня и так далее в общем после того как я отстраиваю санузел и у меня здесь все сходится я перехожу к проектированию вот этого участка а это напомню огромная гостиная которая нужна заказчику причем напомню она должна быть общей вот с этой кухней но там у нас газ и первым делом я естественно обустраиваю зону хранения потому что для заказчика повторюсь зоны хранения критично важно ему нужно очень много зон для хранения и как видите здесь у меня прекрасно помещается еще одна полноценная здоровенная огромнейшая 60 зона хранения затем после этого я перехожу вот к этому участку и сейчас немножечко сложной логики во-первых находясь на этом этапе проектирования уже заранее знаю что вот здесь будет кухня вот здесь будет прачечная а вот здесь мне нужно разместить еще и гардеробную кроме этого я знаю что вот здесь вот будет гостиная здесь будет холл а вот здесь мне нужен проход то бишь коридор для того чтобы попадать в эту комнату по изолированному коридору и сразу же объясню для чего это нужно потому что для заказчика критично важно на данном этапе чтобы кухня гостиная была единой целой а затем когда у него увеличится состав семьи например появится один или два ребенка нужно будет сделать это помещение изолированным и причем это нужно будет сделать без кардинальной переделки всего ремонта не особо разводя грязь и пыль и вот именно для этих целей мне еще и нужен вот этот вот коридор плюс для привязки у меня есть вот этот вот угол и также у меня есть очень хорошая цифра метр десять это оптимальная ширина для коридора когда вы хотите потратить на него минимум места но в то же время получить комфортный для прохода и не очень зажатый коридор при этом я всегда стараюсь делать стены прямыми и вот этот угол для меня обозначает что эта плоскость является плоскостью будущей стены напомню предыдущая дизайнерша с этим не особо заморачивалась вот эти вот крегозябли это ее фишечка изюминка это ее характерный ход такую крегозябли я вижу практически во всех дизайнах но на самом деле делать так ни в коем случае конечно же нельзя стены должны быть прямыми это связано с тем что наружные углы во первых обтираются во вторых они очень диктуют обстановку вдоль стен в третьих они усложняют работы удорожают работы удорожают и усложняют монтаж плинтусов и делают некрасивым натяжной потолок с кучей изгибов и поэтому естественно я делаю стены прямыми и суммирую все что я сказал до этого я предварительно накидываю вот такой вот а также отстраивают две стены будущего коридора при этом каждая из этих стен имеет толщину ровно 100 миллиметров как и вот эта стена дальше сразу после этого я перехожу вот к этому участку здесь у нас будет кухня а вот здесь нам нужно прачечная и в первую очередь естественно отталкиваюсь от прачечной потому что это меньшее помещение но туда нужно впихнуть вполне конкретные вещи и для этого я первым делом отталкиваюсь от стояков и задаю минимальную перегородочку в 50 миллиметров чтобы в будущем отделить эти стояки от того что будет стоять вот здесь а именно здесь будет находиться стиральная и сушильная машина а также отдельный сушильный шкаф который также нужен заказчика затем сразу после размещения этих элементов я задаю направляющими будущую стену также в размере 100 миллиметров затем сразу после этого я прикидываю встанет ли вот сюда тот кухонный гарнитур который будет вмещать все то что необходимо заказчиком и когда это все отстраивают то я вижу что мойка варочная панель и основная зона готовки сюда прекрасно помещаются вспомогательной зоны готовки и посудомойка тоже находится на своих местах и здесь все прекрасно также я вижу что шкаф для газового котла также сюда прекрасно умещается вот в эту вот мебелюгу а вот для холодильника даже для одного места совсем не остается при этом я понимаю что если я уменьшу вот этот вот участок то это будет кастрированная кухня самое главное по тех заданию заказчику нужно целых два больших холодильника и поэтому я пользуюсь тем самым старым трюком о котором я уже рассказывал и размещаю два холодильника вот таким вот образом просто отгрызая вот такой вот кусок от прачечной в которой это пространство совершенно не нужно и никак не будет задействовано даже если я оставлю ей вот это вот место и сразу же забегая вперед объясню почему так потому что вот здесь будет зона хранения вот здесь будет зона хранения и максимум чтобы я мог выиграть это увеличение вот этой будущей зоны хранения буквально на три-четыре вешалки вот здесь но согласитесь два больших холодильника против двух-трех вешалок явно перевешивают и чуть позже когда я буду показывать вам компоновку этой самой прачечной я покажу о каких двух-трех вешалках идет речь а пока на этом этапе просто поверьте на слово что два холодильника размещенные вот здесь гораздо полезнее для заказчика чем это же площадь вот так вот в прямую отданная вот этой вот прачечной в общем после того как этот пассианс у меня сходятся я размещаю обеденный стол маленький кухонный телевизор и диванчик для отдыха затем перехожу к проектированию вот этой вот гостиной которая напомню должна быть общей вот с этой вот кухни и вот здесь как видите у меня уже вырисовывается вполне понятная геометрия и о том зачем нужен вот этот коридор и нафига он тут вообще почему не отдать все это место гостиной объясню чуть позже а сейчас пока перехожу к проектированию вот этого участка и первым делом размещаю там вот такой вот здоровенный шкаф затем сразу после этого перехожу вот к этому участку и размещаю здесь телевизионную зону с большим телевизором затем напротив нее размещаю основной диван также ставлю дополнительный диван который также нужен заказчику по тех заданию а после этого вспоминаю о том что у нас в квартире газ и устанавливаю вот такую вот воздушную стеклянную раздвижную перегородку и запомните дорогие дизайнеры что так можно и даже нужно если единое целое помещение вот такая перегородка против которой я обычно очень сильно протестую потому что эти створки часто падают убивают собак но тем не менее в данном случае это единственный адекватный и правильный выход и связано это с тем что в открытом состоянии это перегородка очень воздушная очень прозрачная она дает огромнейший проем и вообще никак не разделяет эти помещения но в то же время когда она закрыта она прекрасно закрывает рот любому бы ты шнику и газовику который приходит и начинает выпендриваться что это у вас кухня с газом вдруг объединена с какой-то там гостиной и делать так можно и даже нужно а теперь перед тем как перейти вот сюда объясню нафига мне вообще вот этот вот непонятный коридорчик еще раз напомню заказчику на данном этапе этот коридор совсем не нужен но в будущем у него будут появляться дети и впоследствии вместо вот этой вот гостиной нужно отдельная полноценная комната со своим входом и вход я уже разместил шкаф для хранения тоже выход на лоджию прекрасно здесь есть место для открывания двери тоже предусмотрено а вот здесь вместо вот этой вот перегородочки будет стенка причем для того чтобы ее разместить здесь и сделать это без шума и пыли я предусмотрел вот этот вот короб и на данном этапе существования этой квартиры к этому коробу будут просто крепиться вот эти вот направляющие вот этих вот створок а затем когда они будут не нужны ему уберем нижние направляющие уберем верхняя а затем прямо к этому коробу и прямо к полу просто в те же самые отверстия прикрепим гипсокартоновые профили затем мы аккуратненько не особо разводя грязь и пыль все это за звукой изолируем потом закроем гипсокартоном от шпаклюем и оклеим теми же самыми обойны под покраску которые на остальных стенах затем мы сделаем то же самое со стороны кухни и у заказчика здесь будет классная уютная отдельная комната причем буквально за копейки и для этого ему не придется переделывать весь ремонт он просто получит еще одну комнату и уже распрощается со своей шикарной гостиной с огромным диваном и здоровенным телевизором далее после того как здесь все сошлось переходим вот к этому участку а здесь напомню нам нужно разместить просторную прихожую отдельную гардеробную шкаф для хранения вещей еще и доделать прачечную и первым делом я естественно отступаю 700 миллиметров от входной двери чтобы получить здесь еще один полезный и нужный участок для чего он нужен я думаю вы уже догадались но минуточку терпения затем я по этой направляющей отстраиваю вот такую вот стену толщиной естественно задаю 100 миллиметров а ширина вот этой бортовки что особенно важно составляет ровно 700 миллиметров далее после этого я размещаю здесь макияжную зону а также раздевалку быстрого доступа и обувницу то есть именно здесь вот в этом участке будет храниться вся обувь на специальном коврике чтобы не растаскивать вот сюда вот дальше грязь и именно для этого для того чтобы разместить этот коврик и чтобы эта обувь не вытарчивалась вот в этот проем мне и нужно было эти самые 700 миллиметров далее напротив этой зоны я размещаю вот такой вот огромнейший 60 шкаф о котором раньше заказчик как вы помните не мог даже и мечтать и в результате после всего этого у меня остается вот такое вот прекраснейшее помещение шириной аж целый метр восемьдесят которым я за счет вот этого участка шириной в 70 сантиметров делаю полноценнейшую 60 зону хранения причем b-образную по всему периметру то есть максимально задействую вот этот вот участок далее после этого я возвращаюсь в эту самую прачечную и обустраиваю там те самые зоны хранения и вот здесь как раз я думаю становится понятно что если я продлю эту зону вот сюда поместится буквально три дополнительных вешалки с одеждой но если это сделаю сюда не поместится два вот этих холодильника поэтому вот такой вот ход запомните он очень четкий правильный ну и в результате я получаю вот такую вот квартиру в которой все прямо нет никаких крига зябли нет никаких изгибов и зигзагов и нет никакой рыбки вот здесь вот в холле но в результате решены все задачи заказчика вот смотрите во первых заказчику нужна единая огромная шикарнейшая кухня-гостиная она у него есть далее заказчику нужно много мест для хранения и у него во первых вот здесь вот огромный 60 шкаф которого раньше не было его негде было поставить также у него еще один огромнейший 60 шкаф прихожей дальше у него вот здесь огромнейшая полноценная гардеробная с огромной антресою причем глубина хранения 60 сантиметров то есть в эту гардероб можно вешать и куртки и любую верхнюю одежду и даже здоровенные тяжелые шубы дальше вот здесь у заказчика еще одна дополнительная зона хранения вот здесь я немножко спалил сейф но ничего страшного вы же адреса не знаете в общем главное что здесь помещается и пылесос и зарядочка для него и дополнительные полочки для хранения и электрощиток и стиральные сушильные машины и даже вот такой сушильный шкаф которого у меня нет в виде модельки я сюда зафигачил холодильник плюс здесь помещается еще и дополнительная вот такая зона хранения а вот здесь по-прежнему два отдельных здоровенных холодильника дальше вот в этой спальне у заказчика помимо телевизионной зоны есть еще дополнительная зона хранения над ней есть дополнительная зона хранения под ней причем предназначена она отдельно для мужского и женского нижнего белья далее отдельный шкаф для мужской и женской одежды соответственно и еще здоровенные антресоли для долгосрочного хранения подушек и зимних одеял далее в детской у заказчика также огромнейший я бы даже сказал ультра огромнейшая зона хранения глубиной опять же 60 сантиметров дальше кроме этого у заказчика нормальные понятные логичные прямоугольные помещения и нет никакой вот такой вот рыбки да я не спорю может быть если рыбка критично важно то мою планировку нужно переделывать и возвращать старую но заказчик сказал что рыбка не так важно как все что я описал до этого и поэтому резюмирую просто и изящно обращайтесь к дизайнерам я без работы точно не останусь а с вами как всегда был алексей изюмсков до новых встреч